добрый день поставьте плюсики как меня слышно рада вас всех приветствовать желаю вам дать сегодня приятного тренинга не просто приятного времяпровождения чтобы вы сегодня поработали очень круто и классно и с вами сегодня буду я лилия донского я одна из лидеров проекта карьера онлайн и рада вас всех приветствовать ребят поставьте пожалуйста единички кто у нас новичок и первый раз на семинаре мы с вами познакомимся и немножечко себе напишите меня больше всего интересует такой вопрос как вы попали в наш проект дмитрия приветствую лично из как вы попали в наш проект напишите путь откуда вы пришли по знакомству из одноклассников с контакта из друг вокруг с доски объявлений то есть ваш путь такой счастливый так пошло по знакомству из контакта остальные ребятки ну-ка делитесь кто откуда пришел я тоже пришла по знакомству я сама попросилась компанию арифлейм на работу к нам приходила женщина делала маникюр нашему коллективу я работала в университете в учебной части и представляете я сама к ней попросил чтобы она меня заинтересовала зарегистрировала так по знакомству из контакта из контакта вконтакте с интернета по знакомству по объявлению в газете так добавилось новенькое новенький метод ребята остальные как нам попали большая часть людей конечно пришла по интернету да с разных с разных источников но есть у нас люди которые пришли по знакомству о чем это говорит ребят любой метод абсолютно любой метод который бы вы не взяли он работает абсолютно любой метод главное знаете если вы говорите что что-то не получается то причина может быть только одна может быть вы не совсем правильно использовать этот метод и к примеру приведу сегодня такую ситуацию ко мне приезжала одна из моих консультантов новичков не так давно пришла в команду карина очень хорошая девушка она предприниматель у нее был свой бизнес мы с ней так и познакомились через ее бизнес вот сейчас она устроилась работает по найму потому что бизнес не дал никакого результата и мы с ней просто поговорили карина ты начала но не продолжила что случилось она мне сказал я звала своих знакомых я многим предложила но мне все отказали ребята кого такая была ситуация что вы предлагали своим знакомым они вам отвечали что-то типа это не мое я не буду этим заниматься я так не смогу у меня не получится и вот все в таком духе как у кого было я думаю что все через это прошли и будете проходить ребят среди знакомых существует такая же точная статистика как и среди других методов работы но может быть среди знакомых чуть-чуть повыше переход из контактов в партнеры да то есть после первого контакта из 10 сообщений у нас с вами примерно 5 регистраций от 3 до 5 а когда вы второй третий раз обращаетесь как говорится дожимаем наших партнеров то есть наших знакомых чтобы они стали нашими партнерами чем своими действиями своими результатами своими хвалилками и сегодня конечно мы будем с вами говорить конкретно про метод работы со знакомыми почему для вас это важно ребят вы же видели что а сегодня будет семинар конкретно по знакомым почему вы хотите понять этот метод напишите в чате вот ваши задумки задумки додумки пока вы пишете я вам расскажу про про все методы то есть мы можем давать с вами объявления везде ребят и в газете можно дать объявления и на бесплатных досках мы можем использовать рекомендации то есть если например к нам пришел человек на встречу но он сказал мне это не интересно это не мое или у меня не получится ли я пока не могу чуть позже присоединюсь мы можем попросить рекомендации каким образом мы это делаем просто спрашиваем а если кто-то среди твоих знакомых кому нужны деньги у кого есть пару часов в день свободны и вот ты знаешь что им нужны деньги или может быть часть мамочки в декрете знакомые да переход качественные леночка не то что даже контакт мы можем сконтактировать с любым человеком качественно вообще мы все контакты должны делать качественно на высшем уровне но действительно выход больше вот смотрите если в средствах массовой информации вот в социальных сетях чтобы получить одну регистрацию нам нужно перелопатить 500 человек да отдать 500 объявлений написать на 500 людям в личку и мы получим где-то одну-две регистрации то со знакомыми посмотрите всего 10 контактов да это может быть тоже кажется трудоемко не совсем понятно но если запланировать на каждый день одного знакомого приглашать на встречу к спонсору skype скайп скайп или давать телефон вайбере ватсапе то есть любым методом перевести человека на своего наставника тогда у вас будет конечно выход отличный времени вы затратите может быть чуть чуть больше но зато и люди когда знакомые регистрируются они практически всегда активные по крайней мере они хорошие потребители в любом случае то есть если даже они не станут вашими партнерами серьезными то они будут классными потребителями и с ними всегда легко пообщаться на тему косметики вот у меня например есть знакомая девочка мы с ней работали вместе она у меня заказывает каждый каталог примерно на три тысячи рублей просто она потребитель она не строит бизнес она не планирует пока но она отличный потребитель каждый каталог на три тысячи на пять у меня таких знакомых много которым я рассказала о нашем бизнесе да они многие зарегистрированы и делают сейчас просто заказы для себя делают их регулярно они уже не ходят по магазинам во первых они видят мой пример я постоянно информирую о новинках об акциях и они становятся классными нашими потребителями вот ребят следующий метод это брендирование себя я об этом говорила как раз у нас был семинар на днях конкретно по брендированию почему это эта вещь очень важная друзья вот представьте себе что ваши знакомые с первого раза на вас не отреагировали но они у вас находятся в контакте или в одноклассниках в друзьях и и они будут видеть что вы выкладываете каждый день на своих да в социальных сетях на своей страничке в ленте какие-то фотографии что вы пишете что вы говорите да там какие вы пишете комментарии это очень важно если вы себя брендируете качественно то что будет происходить ваши знакомые сами потом к вам попросится у меня таких тоже очень много примеров когда уже люди которые давно висят в друзьях и я к ним обращалась даже сохраняется переписка что мы переписывались на тему бизнеса я даже уже и не помню об этом но по переписке я уже вижу и вдруг они мне ставят пятерочки в статусе или плюсики да или пишут лиля ну расскажи уже что нужно делать просто уже такая так захватывает твоя жизнь перемены которые с тобой происходят и конечно же ребят ну кому надо он не устоит самое главное что когда вы брендируете себя и ваши люди которые у вас друзьях они не уйдут к другим людям это очень важно они не перейдут к людям которые будут их звать и если им какое-то предложение понравится но человек будет совершенно незнакомый им предложить они все-таки выберут вас понимаете о чем я поставьте пятерочки вы для них все равно ближе вам они доверяют и с вами им будет проще общаться поэтому даже если вам сначала знакомый скажет нет ребят продолжайте общение продолжается брендировать себя и показывать себя самой лучшей стороны до 55 25 на 5 пятерок хотела поставить вот вот но это так вкратце и сейчас конкретно по нашему блоку поговорим про знакомых есть такое да выражение если вы не пригласить сейчас своих знакомых свою команду кто-нибудь другой обязательно сделает это за вас вы видите да и на верхню верхние картинки люди которые увидели своих знакомых в других командах да они рвут на себе волосы кусают локти они сожалеют о том что они промолчали решили за своего знакомого нужно это ему или нет на втором слайде до люди которые радуются что у них и новая регистрация и это обязательно кто-то из ваших знакомых как по-другому по-другому никак не будет то есть мы приглашаем знакомых знакомых знакомимся у нас общий круг знакомых складывается и так далее и так с чего же начать в этой теме первый шаг нужно сесть и написать полный список знакомых ребята полный это значит всех не решая за людей надо им это или нет я вчера проводила бизнес-встречу с нашим новым партнером с дмитрием вот и он мне сказал а вот есть у меня люди среди моих знакомых с которыми у меня плохие отношения мне их тоже писать но в силу наверное молодости да и может быть что-то что-то произошло да и он ну как бы потерял некоторые доверие уважение со стороны людей вот я не сказала что не нужно таких людей пока писать может быть в по мере того как ты вырастешь в личность на в личностном плане ты изменишься и ты научишься восстанавливать отношения потерянные с людьми которые тебе в принципе импонируют да как люди или просто ты поймешь что они тебе действительно не нужны и не надо их возвращать напишите которые которым у тебя приятное расположение однозначно что важно в этом написание списка знакомых ребят самое главное нам нельзя решать за людей надо ему это или нет пойдет она или нет нужны ли ей деньги или не нужны ребят мы не решаем мы не боги нам платят с вами за подачу информации за то что мы информируем а люди выбирают надо им это или нет и опять же следующий момент вам нужно научиться давать информацию интересно интересно и знаете так чтобы она зажигала людей а чтобы этому научиться нужно будет проработать много людей потренироваться на многих людях и вы тогда наработаете свою чуйку это так называется чуйка то есть вы будете чувствовать а ну как говорить с какой интонацией да вы будете чувствовать кому надо больше дать информации кому меньше я например четко знаю что если я провожу презентацию для женщин то здесь нужно больше эмоций больше эмоций о продукции о результатах которые они получат да а скидки акции вот это женщинам интересно если я говорю с мужчинами и провожу для них бизнес-встречи то однозначно это таблицы это графики это четкие цифры сколько нужно делать конкретно да сколько он за это получит да у мужчин у женщин разное восприятие информация поэтому вы будете этому учиться в процессе и позвольте некоторому количеству людей стать для вас тренажерами то чтобы они вас потренировали проводить презентацию а по-другому ребят никак не получится после каждой встречи первые встречи для вас будет проводить спонсор да вы будете учиться а потом когда вы сами начнете проводить вы не ждите что после ваших собеседований и презентации будут люди регистрироваться вы этого пожалуйста не ждите если будут регистрироваться круто если нет то просто относитесь к этому как к рабочему процессу так первый список это написание списка знакомых у каждого взрослого человека примерно от трехсот человек знакомых кто эти люди давайте с вами проанализируем вот кто может быть вашем списке какие категории людей то есть вы удобнее всего писать список знакомых по категориям вот например первое мы пишем родню родня отчеркиваем и переписываем всех 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 своих родственников тети дяди сестер братьев то всех 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 там маму папу тетю крестную кузину музея это первая категория обязательно полный список всех родственников помогайте мне какие еще могут быть категории у нас людей есть такое прикольное название одногоршечники то есть это кто с нами был в садике друзья из садика если вы уже взрослый человек то он скорее всего может быть их уже не вспомнить и не общаетесь этими людьми но если вы еще молоды да есть еще не так давно были в садике то со многими у вас еще может быть контакт даже есть какой-то или вы можете найти этого человека потому что скорее всего это люди которые живут где-то рядышком да и вы пересекались по жизни одноклассники однокурсники коллеги по работе сфера услуг сфера услуг это у нас все люди которые нас стригут делают нам маникюр массаж лечат зубки наши врачи наши педиатры да и так далее и так далее то есть кто нам лечит обувь чью-то одежду то есть это сфера услуг сфера обслуживания соседи точно соседи однозначно да мы переписываем соседи у меня в моем списке написано Света с пятого этажа Татьяна соседка напротив то есть я не знаю ни фамилии я не знаю ни телефона контактного я знаю что она живет напротив меня знаю что у нас Ирина из 53 квартиры то есть я вот как бы знаю кто откуда примерно я конечно же да себе их записала этих людей в список знакомых так какие у нас еще категории могут быть давайте вместе все включайтесь мыслительный такой процесс пока вы пишете еще дополнения мы с вами что можем еще сделать да друзья друзей это рекомендации вот еще мне очень нравится такой метод когда мы берем фотографии за последний год и начинаем их просматривать с мероприятий со свадьбы с дня рождения и мы например вспоминаем что так я была у Маши на дне рождения а там были две новые классные девчонки одну звали Оля другую Катя так я их могу найти через Машу то есть мы пишем вот там Оля Катя с дня рождения Маши и потом через Машу мы на них выйдем мы просто позвоним и скажем там привет помнишь мы познакомились на дне рождения у Маши меня зовут Лиля да я была там в зеленом платье да помнишь да да ты у меня на фотках я слушаю у меня кстати такие классные фотографии с тобой куда их тебе переслать ты есть в социальных сетях или где-то то есть мы завязываем отношения с человеком потом ну не с первого раза однозначно ну по ощущениям нужно смотреть то есть кому-то мы можем сразу позвонить сказать ты там да мне показалось что ты такой человек неординарный мне захотелось с тобой пообщаться на тему заработка тебе интересует дополнительный доход то есть ребята вот все ваши контакты вы научитесь постепенно переводить на бизнес постепенно не думайте что это прям вот сразу у вас так произойдет как ну как молния да оно будет постепенно у вас вырабатываться вот как есть такое понятие иммунитет к болезням у вас будет такой же просто вот рецепты готовые в голове фразы нужные слова они будут выплывать при условии что вы будете практиковаться если нет практики если нет вот этих тренировок ежедневных результата не будет понимаете как чемпионы мира вы готовьте себя к чемпионату каждый день тренировка каждый день тренировка и будет победа потому что люди которые занимаются спортом у них каждый день много часовые тренировки то есть у них тренировка и целый рабочий день они бегают прыгают отжимаются дышат там медитируют то есть делают все для того чтобы подготовить свое тело свое состояние к тому чтобы когда придет время взять новую высоту сделать мировой рекорд то же самое здесь вы думаете что люди которые стали лидерами в компании рефлейм или директорами золотыми сапфирами бриллиантами вообще президентскую команду вы что думаете они чем-то от вас отличаются ребят ничем абсолютно многие из них были очень простыми разнорабочими я познакомилась в москве на одном из семинаров с мужчиной который работал слесарем то есть у него нет никакого образования он просто слесарь в прошлом он работал на заводе и так по вызовам ходил то есть он мог сделать водопровод починить там трубы смонтировать то есть обычная такая вот ну рабочий человек из рабочего класса и когда он проводил нам семинар он тогда был уже на уровне бриллиантовый директор вы знаете его слушали все как бога учитывая что у этого человека нет никакого образования и он просто за несколько лет работы над собой он читал книги развивался и когда он вышел говорить просто у всех отвалилась челюсть его слушали захлебывались просто люди задавали вопросы и он так вел этот семинар что вот просто оттуда все ушли как будто ну я не знаю просто как будто они пообщались с великим великим человеком он действительно великий потому что он сделал себя сам поэтому вы тоже можете себя сами делать сами да и будьте готовы что это работа не одного дня итак пишем таблицу ну берем категорию например там соседи переписываем всех соседей и я рекомендую еще что делать вот такую штуку оставлять в начале перед фамилией вот такой рисовать смайлик кругляшечку рисуете кругляшечки потом смотрите например Петров сосед снизу вы ставите вот так вот ну равнодушие вот этот вот эротик такой прямой это значит он ну не знаю пойдет не пойдет непонятно вы пишите откуда вы его знаете если есть контакт на телефон или оставляете место чтобы потом вписать контакт и результат потом вы будете это заполнять или какие-то примечания вы можете да результат или примечания например договорились о презентации на 5 марта на 15 часов поставили записали чтобы не забыть себе напоминание внесли в ежедневник или в телефон или в яндекс календарь чтобы вам пришло напоминание о встрече следующее вы пишите Иванов и вот так ротик вниз то есть вы уверены что Иванов точно не пойдет как бы да ну вот вы смотрите по человеку и думаете нет это точно не пойдет просто рисуете ему такой вот рот недовольный вниз и потом результат посмотрите отказ будет или согласие постепенно вы это напишите себе Сидоров да мой друг и вы уверены что ваш веселый добрый товарищ он вас точно поддержит и пойдет с вами в команду и начинайте со всеми созваниваться постепенно намечайте себе на день несколько контактов несколько контактов сколько вы сделаете результативных то есть это значит что вы набрали номер телефона человека и дозвонились и поговорили с ним вот как мы работаем ребят правило мы приглашаем людей на ноль информации как вы это понимаете на ноль информация как вы это понимаете пишите потому что многие начинают приглашать и во время приглашения рассказывают практически все о нашем бизнесе ноль информации это значит да мы ничего вообще не рассказываем просто ноль информации то есть как выглядит приглашение вы можете прямо себе записать или сделать скрин то есть вы звоните или пишите в социальных сетях да должна быть четкая интрига я например так делаю там привет маша у тебя есть минутка я по делу звоню то есть я сразу обозначиваю что я звоню по делу не просто поболтать болтать некогда она говорит да я ее спрашиваю скажи тебе нужны деньги тебе интересен дополнительный доход и жду ответа обычно да Маша говорит да или сразу а что нужно делать то есть да наши знакомые особенно они не церемонятся они сразу так ну рассказывай а что нужно делать что за работа а ты уже там работаешь а что да и начинают вот прям пытаться как говорится вытаскивать из нас информацию на раз-два вот тут важный момент что вы устояли и ничего не рассказали вот смотрите то есть человек вам говорит да или а что нужно делать вы ему просто говорите отлично тогда я тебя приглашаю на презентацию в интернете ребят если ну допустим вы звоните презентации нет в этот день или вы хотите чтобы с вашим знакомым конкретно поговорил ваш наставник ваш спонсор то вы ему говорите отлично тогда я их скажи пожалуйста у тебя есть скайп если человек говорит да есть говоришь о супер когда мы с тобой можем созвониться в скайпе потому что по телефону неудобно мне нужно будет тебя познакомить с человеком который да набирает как раз людей на работу и он она с тобой поговорит или он с тобой поговорит и все тебе расскажет тебе когда удобно обязательно говорим сколько это по времени займет 30-40 минут и спрашиваем когда тебе удобно в 14 или в 20 или например тебе удобно если вы знаете человек работает тебе удобно в выходные или в будни после работы то есть вы выясняете у человека одну единственную вещь в какое время ему удобно и предлагаете обязательно два варианта ребят это называется психология выбор без выбора то есть вы предлагаете два варианта когда тебе удобно в 14 или в 20 или тебе удобно в выходные дни или в будни после работы тебе удобно в четверг или воскресенье то есть два выбора ребят не больше вы не можете просто сказать человеку а тебе когда удобно и он начнет вами рулить то есть вот когда вы делаете приглашение человека вы берете ответственность на себя то есть вы должны человека вести то есть вы даете ему выбор но без выбора то есть два варианта понятно поставьте плюсики то есть мы всегда спрашиваем тебе что заказать чей или суп человек выбирает чей или суп он не будет выбирать там нет давай мне картошку с котлетой то есть обычно люди да ну давай щи все то есть выбрал или мы ему предлагаем тебе конфетку карамельку или шоколадную шоколадную все окей то есть мы он не говорит не я тортик хочу нет мы ему предлагаем выбор без выбора ребят это всем очень круто если вы знаете вот этот вот этот метод научитесь им пользоваться он вам пригодится в общении с детишками там с ай семье чтобы не было ни договора каких-то недопониманий четко договаривайтесь предлагайте ему выбор без выбора например я могу с тобой там сходить за покупками в воскресенье в два часа с двух до четырех я свободна или в пятницу после пяти тебе когда удобно и человек и да или там ваш ребенок он скажет ой ну давай мам в воскресенье там с двух до четырех пятница у нее занято то есть и вам удобно и человеку удобно если он говорит вам ой а мне не то не то не удобно вы говорите ну извини у меня другого времени нету тогда поищи с кем-то другим с кем ты сходишь в магазин это вам пример для жизни вот здесь же нам с вами важно выяснить удобство человека то есть если он занят на работе сможет ли он да в два часа может быть и нет тогда вечером вы можете с ним пообщаться да приглашаем на презентацию в интернете вы можете просто договориться с своим спонсором и в скайпе созвониться созвониться в скайпе и спонсор сам все расскажет тут вы просто уже молчите просто познакомили и молчите слушаете ваша задача учиться больше ничего вот продолжаем пример рассматривать если человек говорит мне удобно в 14 часов вы говорите окей я пришлю тебе ссылку для входа на вебинар куда тебе удобнее вконтакте или на электронку 15 часов 30 минут и говорите что за 15 минут до начала я позвоню и напомню ребята звоните и напоминайте потому что человек может закрутиться он еще пока не знает насколько для него это важно и нужно а вы знаете поэтому вы заботитесь о том чтобы ваш человек зашел в интернет за 15 минут до начала убедитесь что у него получается зайти в комнату или он вышел в скайп и вы можете его соединить со своим наставником заранее договоритесь со своим менеджером чтобы он был на месте все согласуйте то есть ваша задача всех застыковать тогда будет все хорошо и объясняйте человеку если он идет на презентацию вы ему объясняете что тебя будет не видно не слышно ты только в чате будешь писать задавая все интересующие тебя вопросы а после презентации я позвоню тебе и обсудим детали до связи очень важное слово я его подчеркнула я позвоню тебе сама или я позвоню тебе я то есть в этом в этой фразе вы берете на себя ответственность потому что если вы скажете просто а потом созвонимся это значит никогда никто не несет ответственности ни человек ни вы созвонить или нет это повисает в воздухе поэтому вы четко должны вести сопровождение от начала до конца я позвоню тебе и обсудим детали до связи ребят вот какие вопросы есть по этой части этот был маленький пример приглашение на презентацию а вы здесь можете немножечко поинтерпретировать пригласить на бизнес встречу к своему наставнику то же самое в принципе я вот сейчас просто проговорю Маша привет звоню тебе по делу у тебя есть одна минутка отлично скажи тебе деньги нужны дополнительный доход интересен да ну Маша говорит да что нужно делать о Маша замечательно ну ты же понимаешь что о деньгах по телефону не говорят или по переписке да скажи пожалуйста когда тебе удобно будет вот чтобы встретиться в интернете да желательно по скайпу тебе когда удобнее будет в выходные или в будние после работы после работы в будни хорошо так у нас сегодня вторник смотри когда тебе удобнее среда или пятница среда или пятница человек говорит среда окей вот смотри тогда ориентировочно на 19 часов ты уже будешь дома чтобы выйдешь в скайпе в 19 отлично тогда смотри в среду в 19 часов я тебе заранее еще позвоню за 15 минут напомню чтобы ты включил компьютер вышла в скайп да я тебя познакомлю с очень интересным человеком у нее свой бизнес она развивает его и ей как раз сейчас нужны люди на подработку то есть кого устраивает работа в гибком графике я думаю тебе понравится все до связи всего доброго пока если говорить неинтересно ничего с ними не нужно делать а зачем с ними что-то делать доход неинтересен ребят давайте помогайте вот Леночке например вы звоните своей знакомой она говорит нет мне доход неинтересен как вы думаете что можно сделать в этом случае как говорится тут прям все на поверхности лежит помните о том что люди по своей природе очень любопытные в основной своей так части по большей части и люди достаточно жадные большинство людей верно вот сама я ответила то есть ты говоришь Маша привет я тебе по делу звоню скажи у тебя есть минутка да Маша тебе нужны деньги дополнительный доход интересует нет отлично Маша скажи а есть у тебя кто-то из твоих знакомых может быть декретники сидят девочки подружки кому как ты думаешь нужны деньги есть пару часиков в день зарплата приличная примерно от двадцати тысяч в месяц выходит оплата сдельная Маша у тебя есть кто-нибудь такие вы знаете Маша тут просто может прифигеть сказать ого пару часов в день от двадцати тысяч гибкий график оплата сдельная то есть да она может быть и задумается а что ну а расскажи поподробней все и тут вы ее цепляете говорите Маша ну да так по телефону не расскажу сама понимаешь о деньгах по телефону не говорят я тебя приглашаю тогда на скайп встречу я тебя познакомлю со своей знакомой она вот сейчас как раз очень активно развивается и ищет людей ей нужны да серьезные люди интересные желательно по рекомендации чтобы не сулиться были вот я конечно вот почему про тебя сразу подумала потому что я ответственная и такая прям амбициозная и думаю деньги тебе не будут лишними ребят ну просто наговаривать как говорится обычные такие вот фразы простые четкие понятные самое главное чтобы вы четко дали понять человеку что я тебе сейчас рассказывать по телефону не буду у меня бывают случаи когда люди вот цепляются ну расскажи сейчас не ну скажи вот прям сейчас а то я не приду или нет так я так не пойду ты мне вот сейчас расскажи я обычно к этому с юмором отношусь я говорю ну вот знаешь я говорю я конечно тебя понимаю что тебе хочется здесь и сейчас это нормально я бы тоже на твоем месте так же поступила то есть я тут же присоединяюсь к человеку говорю что я тебя понимаю я бы тоже так поступила потому что тебе ну реально интересно хочется быстрее все узнать ну знаешь сейчас такая ситуация получается вот как если бы ты позвонила в парикмахерскую и сказала обстригите меня по телефону это же нереально да она начинает на другом конце провода начинает ржать я говорю ну вот понимаешь сейчас то же самое я просто я хочу чтобы ты получил полную четкую информацию чтобы ты сделал правильные выводы а не то что по верхушкам пощипал ничего не поняла и ушла то есть реально предложение дельное так ребят есть вопросы сейчас по этому блоку кто вот сейчас вот все вот себе прописал какие то фразы записали кто вот все понял поставьте в чате пятерочки если есть вопросы пишите какие-нибудь каверзные вопросы вы не бойтесь сейчас нам с вами важно все разобрать потому что наши знакомые это ребят источник нашего просто бешеного карьерного роста вот если посмотреть на быстро растущие команды например тех же Родионовых да они сейчас 8 веток сделали я с ними когда вот мы увиделись мы на Меге в Египте я их видела выяснилось что у них в основном все их веточки начало веточки все знакомые то есть это уже потом да с интернета добираются люди но в основном начало идёт со знакомых потому что реально со знакомыми чётко и классно работать со знакомым можно приехать со знакомым можно по заднице надавать сказать ты чё вообще мозги включи в конце концов чё время теряешь понимаете на знакомого можно произвести впечатление если человек не знакомый в интернете он вас просто в чёрный список может нести и забыть про вас навсегда да и вы можете до него никогда не достучить со знакомыми конечно работать ну честно конечно очень круто есть конечно люди незнакомые с которой становятся как родные у нас таких людей теперь очень много в команде но это знаете опять же опять же перебор огромного количества людей дал такой результат что встретились люди в конце концов которые оказались такими вот классными качественные отношения складываются очень тёплые доверительные вот Верочка вот смотрите вот чтобы не мучить свою голову вы просто берёте лист и переписываете всех по именно по группам по категориям тогда вы никого не забудете потому что если вы сейчас вспомните одноклассница Таня прикольная так а с этим я училась мальчишка классный вот я работала на той-то работе там была одна женщина интересная ребят так вы будете крупинки какие-то собирать а лучше всего взять вот категорию там бывшие коллеги и всех переписать вы на память не вспомните потому что вы их просто всех забудете потеряете так если по интернету приглашать знакомых то как лучше на презентацию позвать или дать блог почитать однозначно на общение кать вот однозначно на общение блог ты потом дашь почитать лучше позвони напиши например этот же текст можно его писать например привет маша у тебя есть минутка я прям по делу тебе пишу она пишет да маша тебе деньги нужны дополнительный доход интересует она такая да что нужно делать то есть вы пишите отлично тогда я приглашаю тебя на или на презентацию или Маша отлично у тебя есть скайп она пишет там да или нет если есть то вы говорите отлично во сколько с тобой можно созвониться я тебя познакомлю со своей знакомой которая развивает сейчас бизнес и ей нужны люди на подработку она меня просила кого-то найти своих таких кому я доверяю да ребят потому что вот знаете у многих к Арифлейм отношения неправильное почему мы говорим ноль информации потому что у каждого человека свой Арифлейм вот для вас Арифлейм до знакомства с проектом что обозначало ребят напишите в чате я уверена что для большинства из вас раньше Арифлейм был это ассоциация каталоги продукция консультанты беготня распространение продукции раздавашки промостойки анкеты какие-то звонки да да для многих конечно это было вот таким вот сейчас когда вы пришли в проект уже какое-то время здесь покрутились вы уже понимаете что Арифлейм это не косметика и не продажа Арифлейм это бизнес который доступен каждому человеку вообще с нулевого старта то есть финансовый старт не нужен кто-то уже подзабыл как раньше относился да много воды утекло и для вас постепенно Арифлейм будет все выше и выше подниматься ребят по мере того как вы сами будете расти по карьерной лестнице у вас будет укрепляться уверенность да у вас самооценка будет расти и отношение к фирме будет расти только за счет того что она будет вам платить деньги делать подарки сказочные просто сказочные автомобили будете получать подарок путешествия будете ездить по разным странам естественно для вас Арифлейм уже будет вообще просто богом но до этого надо дойти вот у человека у которого отношение негативное или обычное да или отношение такое средненькое он не видит в этом ни бизнеса ни перспективы если вы ему скажете я зову тебя в Арифлейм то он подумает только об одном я буду раздавать каталоги это я буду стоять на промо стойке то есть конечно же человек просто ну он не пойдет просто он сразу начнет он не скажет вам нет там мне это не интересно скажет ой Кать давай как-нибудь встретимся обязательно сейчас мне некуда там ребенок заболел каблук сломала хомячок облысел день рождения у собачки то есть придумает кучу вариантов чтобы не не прийти навстречу или не связаться ой интернет не проплатили ой то да сё ребят поэтому вам очень важно вести правильно приглашение если вы будете приглашать человека на закрытую информацию то да будет круто теперь почему-то никто не спросил ни один из вас очень часто задают такой вопрос люди напрямую спрашивают это арифлейм у кого такое было прям прямой вопрос в лоб это арифлейм конечно что делать в этом случае ребят как вы думаете вот если у вас человек напрямую спросил это арифлейм да стоп стоп минуточку да хороший очень вопрос замечательно часто возникают люди сейчас видят что многие приглашают и приглашают именно в арифлейм это сейчас такой бум идет классный который нам на руку конечно же все эти действия которые происходят да мы говорим человеку да это арифлейм вот сейчас только прям перед презентацией в чате писали этот вопрос и очень классный да есть ответ да это арифлейм а что ты об этом знаешь что ты знаешь о бизнесе с арифлейм просто послушайте да или вам человек говорит это сетевой маркетинг а вы говорите а что ты знаешь о сетевом маркетинге ты пробовал себя уже да ты работал в какой-то компании с сетевого маркетинга то есть да вы можете выяснить такие вещи послушать да если человек открытый он будет говорить что ой да ты чё я не буду никогда бегать с каталогами это не моё вы можете просто сказать уникальную такую фразу просто да вы говорите если бы я знала то что знаешь ты я бы тоже никогда не пошла если бы я знала то что знаешь ты я бы никогда не стала в этой сфере работать если отказываете рекомендации не дают то да вы можете просто поболтать узнать как дела как кошечка как собачка да так в двух словах у тебя все хорошо отлично слушай рада была тебя услышать может как-нибудь увидимся правда мне сейчас не очень есть когда потому что да сейчас у меня две поездки за границу намечаются в этом году по работе как раз вот куда я тебя зову ну да поэтому получится встретимся нет так давай да следи за моей жизнью в социальных сетях все и прощайте ребят создайте маленькую интригу и распрощайтесь с человеком ради бога значит он просто не готов друзья никогда все люди не будут работать в рефлеем или в других сетевых компаниях никогда поэтому да будьте готовы к тому что мы ищем человека выбираем людей сортируем их и так далее вот обычно кто говорит все это фигня ничего не получилось это те люди которые из категории людей которые пришли попробовали но не продолжили они чуть-чуть поделали вот у меня сегодня девочка одна тоже пришла такая вроде бы активная позитивная мне очень понравилось пишу как у тебя дела она мне пишет у меня ничего не получается я пишу а что конкретно не получается она мне пишет ну представляешь я отправил 50 сообщений вдруг вокруг дошли до людей только пять то есть она целых 50 сообщений вдруг вокруг отправила увидела что пять только дошли и она поняла что этот бизнес не работает круто кто работает друг вокруг вы меня поняли да то есть мы сразу понимаем что она просто одни и те же сообщения отправляла и естественно люди их не видят эти сообщения невидимки что там нужно менять смайлики но не все досматривают обучающие видео до конца и поэтому получают такие смешные анекдоты шутка минутка Катюш кстати из твоей команды девочка вот так что не до шуток ребят если человек говорит все это фигня значит он просто не допонял не додел либо он лентяй конченый и делать все равно ничего не будет еще смешнее все ребят еще раз напоминаю если человек вы никак не можете с человеком договориться вам нужно что сделать вы ему предлагаете посмотреть презентацию в записи то есть выберите презентацию которая вам нравится есть мужские презентации есть у наших всех спикеров записи в каталогах вебинаров вы можете забить презентацию выбрать кто вам из спикеров самим больше импонирует мне очень нравится Ирина Волкова но достаточно длинная презентация но если честно если человек хочет реально зарабатывать ему нужны деньги если он посмотрит Ирину Волкову до конца то это примерно 80% того что он сразу даст согласие и будет работать не все опять же да некоторые могут отвлекаться смотреть ну где-то процентов 80 из тех кто посмотрел они изменили свое отношение к бизнесу в корне и если они не сразу то до них чуть позже дойдет они все равно придут к вам в бизнес вот ну постарайтесь избегать слова Арифлейм сетевой маркетинг потому что для людей в нашей стране эти слова пока еще ассоциируются с финансовыми пирамидами с каталогами и с беготней да люди могут могут быть не подготовлены просто еще читаю учен параллельно вот смотрите если же вы с человеком пообщались все таки да он посетил презентацию или послушал вашего наставника но обычно наставник уже сам подведет человека к регистрации без вашей помощи вот если после презентации вы его должны позвонить и спросить что ты об этом думаешь или какое твое решение или у тебя наверняка есть куча вопросов то есть вы обязательно да должны человека спросить и задать ему открытый вопрос то есть вот эти все вопросы они открытые что ты об этом думаешь и слушаете что говорит человек наверняка он многие вещи с первого раза не услышал или не допонял то есть вам нужно будет с ним еще чуть-чуть пообщаться ответить на его вопросы и задать ему вопрос ну что пробуем ну что пробуем то есть ваша задача развеять сомнения человека по поводу рисков времени да и мы должны объяснить что вы тоже сомневались поначалу сейчас начали делать и вам нравится уже есть первые результаты вы идете к вершинам и рады будете видеть его в своей команде в списках успешных людей ну конечно каждая собака торгует Арифлейм на улице и вот ни одной собаки не видела с каталогом Арифлейм если честно наивная да вот то есть мы продолжаем дальше после презентации если человек смотрите ребят ну все равно говорит нет то вы ему говорите да вы должны остаться в позитивном состоянии вы помните что каждое нет вас приводит к следующему да то есть это статистика нет они закономерны они должны быть если человек сказал нет вы обрадуетесь скажите значит скоро да потому что несколько нет да потом нет 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 да независимо от того что вам ответят поблагодарите за возможность познакомить его с новым бизнесом с новым направлением в бизнесе в интернете да и попросите рекомендации знаете здесь уже будет благодатная почва если человек прослушив полностью презентацию он поймет что действительно да в этом есть что то да может быть он просто не готов но он поймет что здесь нет рисков это очень интересно это никак не связано с продажами с каталогами с беготней вот вы просите рекомендации ну маш окей я тебя услышала скажи пожалуйста кого ты знаешь кому было бы интересно подработка или основной заработок в интернете нам у тебя вот я помню подружка в декрете сидит вот не помню как ее зовут Оля или Катя ага Катя а ты можешь мне дать ее телефончик я с ней свяжусь предложу ей может быть и ей то что нужно она все равно дома сидит предложу а там видно будет то есть спросите рекомендации это очень даст вам хороший хороший источник вы будете постоянно пополнять список своих знакомых да у вас будет такой раздел рекомендации и вы тогда будете записывать тех людей кого вам рекомендуют их очень много друзья наших друзей никогда не заканчиваются и следующий момент ребят никогда не ждите от человека то чего ему не свойственно вы же не будете выжимать лимон чтобы получить томатный сок да и будут люди которые ну просто никогда не придут в Арифлейм ничего страшного будут люди которые прибегут к вам с удовольствием будут люди которые придут чуть позже когда будут готовы они увидят информацию в социальных сетях и просто уже не смогут молчать и захотят все-таки попробовать да они скажут себе а что я хуже что ли дай-ка я тоже попробую вот какие у вас вопросы есть по этой теме пишите свои вопросы обратную связь и у меня к вам такой вопрос сразу да всплывает а что вы будете делать прямо сейчас после этого семинара потому что как существует такое правило если вы будете просто накапливать свои знания в копилочку то ну вы будете умным а если вы будете применять новые знания сделать из него опыт то вы будете богатыми я вам конечно желаю 5 регистраций каждый день чтобы у вас в каталог было 5 ключиков да таких бизнес партнеров которые будут активно работать развиваться изучать этот бизнес находить себе тоже ключевых партнеров и устраивать такую классную движуху так катя сейчас будет работать с распечаткой нужны тогда только сразу катюш потому что я сейчас уеду мне нужно навестить подругу в больнице а там прием до 6 а лен можно не ждать когда ты допишешь его до конца полностью ты его дописывай постоянно этот процесс не прерывается никогда просто написала позвонила обзвонила всех пишешь дальше обзваниваешь как бы план себе ставьте например в день делать 10 звонков по списку остальное время на рекрутинг в социальных сетях потому что звонить тоже достаточно ну достаточно большая нагрузка вот поговорить вывести человека на презентацию достаточно серьезная нагрузка поэтому я не рекомендую больше 10 человек уже начала отлично отлично приглашайте больше знакомых у вас быстрее будут расти ваши команды представляете соберете своих знакомых они своих соберут потом те своих и пойдет вообще такой классный классный бесконечный процесс родственникам близких можно свои ветки рекрутировать родственников немножко не поняла вопрос родственников близких то есть например Саша если я правильно понимаю что ты разговариваешь с человеком а он говорит а у меня сестра Варифлеем то есть опять же нужно смотреть по линии если это двоюродная сестра или троюродная то можешь к себе регистрировать если родная сестра то нет если например мама зарегистрирована ты хочешь дочку то нет нельзя или сыночка муж и жена должны быть друг по другу зарегистрированы ну желательно друг по другу правильно я тебя поняла твой вопрос или ты спрашиваешь про глубину то есть можно ли в глубину регистрировать своих родственников ну смотря какие насколько близкие родственные связи вот по правилам рефлеем родственники близкие это по смотрите бабушка мама дочка внучка если это двоюродная сестра да то это уже как бы она может другой ветки быть зарегистрирована и троюродная дядя с тетей могут быть другой ветки а вот близкие потому что и передача номера по наследству идет как мама может передать номер сыну или дочке или мужу или своей маме папе понимаете например ребенок начал работать потом бросает передает номер маме или братику то есть вот таким образом а дальние родственные связи там кузина музина они уже извините могут быть зарегистрированы где угодно так ну я вижу вопросов нет ребят желаю вам успехов раскрутить вот это направление работать со знакомыми поймите что это очень выгодно в первую очередь для вас для вашего бизнеса просто преодолеть свои страхи и сомнения будьте уверены может быть вы не сразу возьмете за это дело на этом поприще работает может быть месяц-два вы посмотрите наберетесь опыта уверенности и начнете обзванивать свой список главное не затягивайте потому что очень обидно видеть как ваши подруги или да хорошие знакомые или бывшие коллеги вдруг оказываются в другой команде достигают там успехов конечно да лучше было бы чтобы они были с нами нашими партнерами было бы намного интереснее так что всем вам желаю успехов и мощного закрытия третьего каталога до встречи пока-пока до встречи до встречи